Тема политическая, тема за которой мои коллеги в новостях будут следить завтра, о которой явно вы будете разговаривать завтра дома на кухне с коллегами. Уже завтра в столице начинается саммит Украина-ЕС. Это 17-я встреча в таком формате, но первая в рамках подписанного соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. От этой встречи очень многого ждут. А вот что Украина действительно сможет получить на саммите? Пока что и по комментариям экспертов, и по публикациям в прессе можно предположить, что этот саммит может стать, ну скажем так, холодным душем. Для украинцев. Европа все еще ждет от нас реформ, все еще ждет изменений в Конституцию, которые обсуждаются уже давно, больше года обсуждаются. И ждать Европа будет, наверное, еще недолго. Ну, это было видно хотя бы по несколько раздраженной атмосфере на очередной сессии ПАСЭ. Ну и что происходит в парламенте? Давайте прямо сейчас обсудим. К нам Юрий Витальевич Луценко подъехал в студию. Вечер добрый. Глава фракции партии Блока Петра Порошенко. Вечер добрый. Скажите, я готов с вами поговорить о политике, о коалиции, о главных темах этой недели. Но просто у меня есть первый вопрос, который наверняка возник у наших зрителей. Вот смотрят они телевизор. Такое ощущение, что зал не просто полупустой, что катастрофически не хватает депутатов. И даже вот по ключевым вопросам приходится несколько раз переголосовывать. Скажите честно, это на Майске разъехались все или есть какие-то проблемы в коалиции? Нет. Есть три главных фактора. Первый 30 человек депутатов в основном с коалиции находятся в Страсбурге на заседании парламентской ассамблеи Рады Европы. Списали два заседания. Официальная делегация до парламента Японии, больше 10 человек. И травновые. На жаль, и фактор безответственности депутатов, в том числе и коалиции, такого же присутствия. Хорошо. Давайте тогда разберемся с тем, что происходило на этой неделе. Вот, как американцы говорят, степ-бай-степ. Было ваше заявление. Вы тоже в том числе об этом говорили. Неделя началась вот с этого скандала, что должны были лишить неприкосновенности сразу семерых депутатов. Прошу, я не зону, что это скандал. Это рабочий момент. Депутаты все гортом говорят про готовность касывать депутатскую контракальность. Пока что этот процесс находится в Конституционном суде. Багато хто сприйняв это как скандал и как-то так эмоционально это все было в парламенте. Да, очень интересно, что я действительно заявил про то, что на столе у Генерального прокурора есть материалы для семи поданий. Лише Генеральный прокурор должен принять решение, достаточно доказательств для притягивания до ответственности депутатов или нет. Если достаточно, то подписать и подать в парламент. Но не ждать этого, у декого из депутатов, которые, очевидно, плохо спят, нервы сдали и они уже начали защищаться. Никаких прозвищ от Генпрокуратуры или от меня еще не пролонало, а депутаты уже где-то говорят, что это политические репрессии. Это знаменитый прием людей. Ну, что тут можно сказать? Треба либо лековать нервы, либо идти с явкой с повинностью, но прекратить защищать свои делишки депутатской недоторгальностью. И это касается как фракций опозиции, так и фракций коалиции. Просто когда, ну, я с точки зрения глядачей, когда мы смотрели за новинами, там, за прямыми трансляциями на канале Рада, то было вражение, и даже там политологи про это говорили, что, начебто, уже коалиция разваливается. Чи было у вас такое ощущение, насколько это правда? Вы знаете, еще на начале работы этого парламента я сказал коллегам по коалиции, что у нас есть 3-4 месяца. 3-4 месяца на работу, когда мы сможем реализовывать все свои планы и заготовки. Потом начнутся проблемы, потому что олигархи опануют ситуацию и попробуют снова взять в руки большинство парламентов, как это было в предыдущем скликании. Цей процесс происходит. Парламент принял антиолигархический бюджет. Потом поднял ставки на ренту, всего, что находится в надорах земли. И это скликало олигархов. Потом забрал возможность безкоштовно пользоваться нафтовой и газовой трубой. Это также скликало олигархов. Буквально на этом неделе мы принимали закон про транспорт на ценоутворение. По-людски говоря, это борьба с выведением украинских податков на офшорные зоны. И это, безусловно, очень хвилюет олигархов. Как быть не с олигархами, а с теми депутатами, которые, перебываясь в коалиции, ведут себя, ну, поводят себя, начебто, в опозиции. Дуже часто возникает такое впечатление, там просто по титру дивишься. А хіба человек в коалиции, если настолько резкие заявки? Есть такая проблема, потому что в опозиции всегда легче быть, критиковать легче, чем работать. Тем не менее, могу сказать, что попри все проблемы, а на этом неделе были большие проблемы в коалиции, вона существует и работает. Скажите, а вы, как политик, опытный, как человек, который руководит наибольшую фракцию, президентскую фракцию, что вы можете сказать критикам, которые весь этот неделю, смотря на эти события, которые были в сюжете, говорили, что коалиция разваливается, что она не жизнедеятельна? Да, у нас есть проблемы, но я всегда сказал, что все, что очень мовчазное и стабильное, не жизнедеятельное. Мы пережили страшные годы, когда, казалось, что влада монолитная, и она за помощью одного чаревника принимает любые необходимые законы. Нет, мы дебатуем. А можете мне ответить, я говорил с коллегами, которые работают в парламенте, они говорят, что там в середу все накалялося, в четверг уже было вражение, что что-то может выбухнуть, и в пятницу, такой спокойный день. Что случилось? Была какая-то разговора на высшем уровне? Ну, прежде всего, коалиция, на жаль, не выдержала договоренностей, достигнутых между собой, а потом на зустрече с президентом, щодо закону про прокуратуру. Это очень важный законопроект, потому что, если бы мы не приняли некоторые изменения, то с 26 квитня ни один убийца, грабежник или казнократ не сидел бы. Наступил бы паровый хаос внутри прокуратуры. Коалиция договорилась про одно, но третину своих обязанностей, на жаль, не выдержала. Через недомовленість между крупными фракциями ППП и Народного фронта, на жаль, произошла определенная кризис. Вы не перебольшуете? Я не перебольшу. Это была кризис относин. И в результате вона вилилася в серьезные заявы окремых членов коалиции. В результате необходимо было провести зустичь между собой. И мы провели за допомогой главы Верховной Ради, пана Гройсмана. А потом остался президент, премьер и керевники соответствующих фракций. Думаю, что на этот момент мы стабилизировали свои отношения. Честно поговорили про проблемы. Мы договорились про спильные действия, а ведь так и коллеги по коалиции, которых больше, чем две фракции, так же будут стабильны от тертят двух крупнейших фракций. Все будет нормально. А вы допускаете, взагалі, переформатирование коалиции? Ни, не допускаю. Тебе, понимаете, очень четко, возможно, глядачи этого не знают. Вихід любой фракции из коалиции предотвращает создание нового уряда. Краина не заслужила сьогодні таких потесень. Это не нужно. Я вам скажу сейчас речь, яка, возможно, людям неприятно чути, а треба знать правду. Вірогідность восстановления активных военных действий на Сходе больше, чем 80%. Війська террористов проведены в найбільш боеготовный стан за весь период проблем на Сходе. Секретные данные, что до возможного загострения на фронте, какие строки, невже, возможно, новая война? Так, за данными нашей и развития наших захидных союзников, війська террористов проведены в найбільшу ступень готовности до наступа. Это накладает на нас не только обязанности с украинских военных, но и с украинских политиков. Сегодня нужно работать на страну, а не на политические рейтинги. И поэтому я откидаю будь-якие особистые або партийные интересы и работаю на единство демократических сил. Дякую за открытую разговор. Юрий Луценко был в нашей студии. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok